Почти полгода уже, или уже полгода, как тебя изгнали из депутатов, снова выборы, снова в депутаты? Ну да, получается 15 декабря 2017 года съессия состоялась такая знаковая в Барабинске, когда был лишен полномочий депутат Терещенко Константин и избран новый глава, заместитель предыдущего. И вот получается 6 месяцев, почти 7 месяцев 15 июля будет. То есть можно участвовать в выборах, несмотря на то, что было? Ну, на самом деле, ограничений никаких нет в участии в выборах. То есть назначены до выбора, 22 июня прошла сессия о назначении до выборов на 8-й избирательный округ. Округ небольшой, у нас округа в Барабинске порядка 1000 человек, ну там плюс-минус. То есть назначены до выбора, поэтому никаких оснований для не принятия участия в этих выборах нет. А из-за чего они лишили тебя мандат? Что послужило поводом, причиной? Причиной, почему они так поступили, да, то есть, ну, я думаю, что об этом много рассказывать. Надо достаточно просто там в поисковике забить, да, Терещенко, Барабинск, депутат выборы. Были определенные вопросы у жителей к администрации. Это и распоряжение земельными участками, это и бесхозяйственность в отношении ЖКХ в целом, да, и работа канализации, работа воды. В прошлом году сложилось так, что на сессии, когда устанавливалась оценка главе города, овсянников тогда был Максим Анатольевич, жители обратились к депутатам публично, чтобы поставили все-таки неудовлетворительную оценку. Таким образом, они пытались выразить свое мнение, свое, как бы, недовольство происходящим. И кто из депутатов откликнулся? Восемь человек проголосовали за неудовлетворительную оценку, как у нас, как обычно, было там восемь плюс-минус. И после этого жители, то есть, уже начали сбор подписей за отставку главы города Барабинска. В прошлом году было собрано 2700 подписей, переданные, значит, в законодательное собрание. Передан тогда был городецкий губернатор Новосибирской области и направлен в администрацию президента на имя Владимира Владимировича Путина. 2700 – это довольно много. Сколько всего в Барабинске? Ну, чуть больше 29 тысяч. Это всех жителей, а избирателей? Это всех жителей, ну, а избирателей, получается, там, порядка 24 тысяч. То есть, это больше 10%. Причем, сбор подписей носил, вон, такой, знаете, стихийный характер. То есть, люди там на работу как-то брали с собой, распечатывали. Было четко структурировано, то есть, что касается коррупционных, да, то есть, земельных отношений, что касается, там, работы ЖКХ, что касается бездействия какого-то. Там все четко пункты все изложены. Это вот, я думаю, что послужило определенным недовольством именно администрации, потому что администрация посчитала, что Терещенко там может, значит, вот таким образом как-то вот… Что ты это организовал? Да, да, да. Ну, то есть… Привело это, ну, это обращение привело к результату? Результат был следующий. Овсянников написал заявление об отставке, депутаты проголосовали, то есть, несмотря на то, что можно было этот вопрос на сессию не выносить. И ушел, то есть, было возбуждено уголовное дело в отношении Овсянникова. Есть проблема с программой переселения из ветхоаварийного жилья. Дом построили фактически аварийный сразу. Второй дом, Льва Толстого, 18, тоже там проблемы определенные есть, они сейчас тоже не решены. Выраженным мнением жителей и под вопросов со стороны следователей, да, то есть, я так понимаю, со стороны правительства, может, какие-то вопросы были, он ушел. Поэтому жители оказались правы, да, все это, наверное, было не зря, и после этого создавалась там межведомственная комиссия, информировали жителей об этом, официальные ответы пришли, то есть, проводили социологические опросы, министерствам давали поручения обратить внимание на какие-то сферы. То есть, сейчас, насколько это реализовывается, второй вопрос, но я думаю, что правительство прислушивалось к этому, и министр приезжал действующий сейчас уже, встречался с советом депутатов городским и районным, и с лидерами общественного мнения в Барабинске. То есть, я думаю, что все все прекрасно понимают, что происходит. Ну и что, жители теперь довольны? Овсянникова отставили? Ну, видите, в чем дело. Кадровых перестановок не получилось. Та, скажем так, группа, которая занималась тем, чем занимается, она осталась. Сами знаете, что выборов у нас нет, прямых, поэтому совет депутатов утверждает, большинство сохранилось и был избран, утвержден, да, то есть, после конкурсного отбора, после процедуры таких вот всех. Был утвержден Бобров, Роман, это заместителем, он как раз Овсянникова работал по социальным вопросам, то есть, такие общие вопросы. Ну, вот, собственно говоря, сейчас городом руководит. Кадровых каких-то особых перестановок пока что нет. Конечно, жители надеются какие-то изменения, да, то есть, на более, там, какой-то открытый, там, диалог, на более позитивные какие-то взаимоотношения. Я что-то вижу, да, то есть, что-то происходит, но там все-таки жители нас спрашивают, насколько они ощутили это. А конкурсную комиссию кто формировал? А конкурсная комиссия у нас формируется путем представления районной администрации, потому что Барабинск – муниципальное образование, которое так на равных правах сходит в состав районного совета. И совет из совета депутатов направляется, депутаты городского совета. Но право решающего голоса сохраняется за советом депутатов города Барабинска. Были допущены два кандидата, это Бобров, заместитель главы района Кутепов, причем жители, да, то есть, они прям ярко выразили свое мнение, что касается Кутепова, прям такой прям положительный, то есть, в общем-то, надеялись на то, что все-таки будет прислушано, то есть, какие-то будут изменения, потому что там программа четко была сформулирована. Еще был допущен руководитель муниципального предприятия водоотведения. Причем во время доклада выяснилось, что программы, они прям одинаковые. Понятно, что кто у кого списывал, даже там спрашивали, да, то есть, а у Кутепова, да, было, то есть, определенная, то есть, позиция определенная, то есть, причем он там в совете депутатов достаточно долго отработал. А если бы были прямые выборы, победил бы Бобров? Я думаю, нет. Расскажите про проблемы Барабинска, что там с двумя домами, прям новые дома стали рассыпаться? Два дома, которые построены по программе переселения из ветхого аварийного жилья, были оплачены, но оказались аварийными. В квартал Г дом туда жители даже не зашли. В период строительства, то есть, были явные дефекты, изменения там в проекте, сейчас там следствие, но там не разглашает, не допускает до чего там, все-таки в чем причина. Общественные организации там подключались, и вообще Российский народный фронт, и гражданский патруль, да, то есть, и СМИ подключались. Там просто трещина в доме, и предварительно, что были внесены изменения в конструкцию. Поменен в фундамент со свайного, да, то есть, на ленточный, плюс вообще построен не на том земельном участке. При этом было отдано больше 30 миллионов. А это кто? Городская администрация? Городская администрация, да, администрация города Барабинска. То есть, вот тут овсяников теперь по этому уголовному делу? Да, да, да. Ну, это в том числе по этому дому было возбуждено уголовное дело, то есть, и Следственный комитет публиковал, прокуратура публиковали официальные релизы. В какой она сейчас стадии, я не знаю, не слежу, но знаю, что идет. Второй дом Льва Толстого, 18, тоже введен в эксплуатацию в 2014 году. Люди заехали, да, то есть, из аваритного жилья, а потом оказалось, что там отсутствует двускатная крыша, отсутствует вентилируемая фасада. То есть, какая там крыша присутствует? По-русски говоря, рубероидом закатали. При этом администрация приняла... И она протекает, это крыша теперь? Она протекает, ее отремонтировали, управляющая компания ее отремонтировала, но проблема-то не решилась. Надо понимать, что, опять же, это уже удешевление, да, то есть, строительство. Если вы заплатили деньги за двускатную крышу, если вы заплатили за вентилированный фасад... А, почему приняли его тогда? Ну, вот это... Вот это никто не может ответить на этот вопрос. Говорит, да, то есть, вот сейчас нужно этот вопрос решить. Экстренно переделывают там фасад, делают его вентилируемым. Но дело в том, что там вопрос по фундаменту, о подключении канализации, по вентиляции не работает. То есть, она... Грибок, плесень. Вот этому дому всего три года с небольшим. А другие какие-то проблемы решаются в Барабинске? Что у вас с водой? С водой проблема у нас экстренно вставала. Очень было жаркое лето 2014-2015 года. Есть определенные вопросы к садоводам, огородникам, да, которые, то есть, вечером тоже начинают воду забирать для полива. Приезжал губернатор, значит, докладывали. Были выделены средства из областного бюджета, было пробурено несколько скважин за этот период. Сейчас, что касается напора и вообще, в принципе, подачи воды более-менее стабилизировалось, поэтому определенный успех есть в этом. Что касается благоустройства дворов, небольшие деньги, но в прошлом году поселок Марс, да, так у нас называемый, там благоустроены дворы. Сейчас как раз мониторинг проходит. Ну, предварительно жители, то есть, довольно как реализован. Есть определенные позитивные, да, моменты, но возникает вопрос, все-таки, вот, конечно, эта работа канализации нерешаемая. В 2016 году были выделены деньги, в 2017 году сначала там какие-то были претензии к подрядчику, то есть, там кто-то с кем-то не договорился, не стали работать. В прошлом году сделали, да, там, какие-то кусками, да, участками. Весна показала, что, ну, как бы не работает, опять по подвалу были затоплены. В смысле, то есть, канализация прямо в подвал идет? Ну, конечно, вот это прямо беда барабинская. Канализация, что касается мусора, тоже это прямо-прям беда барабинская. С многоквартирных домов мусор вывозится по расписанию. То есть, условно, там, в 19 часов к дому Карла Макса 114 и Междуостровского, там, 2, приезжают мусорные машины, ты в 19 часов должен стоять, чтобы выбросить мусор. Если ты этого не сделаешь, у тебя там это все будет дома храниться. Нет площадок, нет централизованного вывоза, да, то есть, чтобы... А частный сектор туда уйдет? Частный сектор, с частным сектором более-менее проблема решена. Пришла частная компания, привезли свою технику, значит, заключили договоры с хозяевами домовладений, да, то есть, и, проезжая по улице, можно увидеть синие бочки, они там с периодичностью вывозятся, причем там какие-то небольшие деньги, много людей очень этим воспользовалось. Поэтому в частном секторе стало чище, но люди за какой-то период привыкли, что можно там выбросить. Поэтому, знаешь, это такая вот, какая-то взаимная такая претензия. Вы здесь мусорите, да, а мы здесь за вами должны вывозить бесплатно. Они говорят, так вы организуйте, пожалуйста, а мы будем выбрасывать туда, куда нужно и готовы платить. Есть люди пенсионного возраста, есть уехал на работу, во времени не пришел. Ну и кто-то как-то системно уже, то есть, в одно и то же место выбрасывают. То есть, несанкционированные свалки, получается? Несанкционированные свалки появляются. Благоустройство, конечно, реагирует на жалобы, да, на фотографии, что вот в таком-то месте образовалась несанкционированная свалка, они привозят машину, убирают, потом об этом публикуют СМИ. А что у вас с медициной? Сейчас идет активный ремонт. Центральная районная больница заканчивается. Есть поликлиника, центральная районная больница, где обслуживается население. Есть детская поликлиника, которой сейчас ведется речь о ее новом строительстве, либо там, ну, то есть, какие-то решения будут принимать. Но укомплектованность врачей на уровне 40%. Катастрофически не хватает узких специалистов, уролога, гинеколога, кардиолога. Ну, то есть, вот именно узких специальностей. То есть, приходится многим жителям по направлению ездить в областную больницу к узким специалистам. Надо понимать, что это тоже затраты на проезд, на проживание, на питание. Там сейчас билет порядка 500-600-700 рублей стоит, там, ну, там, в зависимости от такого, какой поезд, туда-обратно. Плюс поесть, переночевать, если, да, там, к узким специалистам. Поэтому есть определенные... Дом хороший, красивый, да, то есть, нужно заселить хороших хозяев. То есть, они сейчас есть, да, то есть, там, новый главный врач. Это, наверное, я думаю, что не только в Барабинске такая беда, что, там, на село, да, там, не хотят ехать. Или, там, в районные центры, то есть, предпочитают какие-то, там, платы клиник оставаться. То есть, в каком-то более длинном рубле. А проблема в Барабинске вообще решаема, в принципе? Решаема. Любая проблема решаема. И нужно заниматься. Нужно заниматься, нужно заниматься совместно с депутатами. С депутатами городского совета, районного совета, ЗАГС, Собрания, Государственной Думы. То есть, надо понимать, что у нас довольно-таки такое серьезное представительство во всех органах. Да, то есть, Государственная Дума, да, там, и округ наш называется Барабинский. Причем, сами понимаете, туда входит очень много... Часть Новосибирска входит. Даже часть Новосибирска входит. Называется Барабинский, поэтому все так гордо говорят, у нас Барабинский округ, у нас, там, есть депутаты с Государственной Думы. Районный совет представлен представителями муниципальных образований. То есть, у нас так сформирован, он довольно-таки интересно, что от каждого муниципального образования по два человека. Наверное, это проблема не только Барабинск, а и других районов и муниципальных образований, что после отмены выборов образовалась такая прослойка людей, которые сидят вечно. Когда доходят даже до смены, снимают верхнего и на его место становится зам. Потому что, а кого еще? Те тенденции, которые есть, они Барабинск не обходят, конечно. Но исполнительная власть должна на конечках пальцев ощущать просто то, что происходит. Те сигналы, которые подаются, те знаки, которые общество подает, их игнорировать нельзя. Мы так решили и так оно будет. Продали землю, рыночная стоимость 2,5-3 миллиона, продали мы за 26 тысяч, допустим. Это реально прецедент. Причем занималась прокуратура, но юридически там все правильно. Разводят руками общество опять же. Ну как так? У нас есть ветераны боевых действий, многодетные семьи, которые получить земельный участок не могут. И они бы с удовольствием купили бы за 26, а то и за 300 тысяч земельный участок. Но этот участок был реализован. Спортивную площадку придомовую продали под строительство коттеджа депутату городского совета. А он избирается снова потом же? Ну как бы избирается, да. То есть он избрался, прекрасно избрался. Ну то есть люди проголосовали за него, все нормально. Дело в том, что вот выборы в 2016 году, я в 2011 году участвовал, в 2016 году участвовал. В 2016 году выборы были, они фактически носили, к сожалению, безальтернативный характер. Депутат даже? Депутат. Была группа депутатов, которых продвигала городская администрация. И был список депутатов из 25 человек от ЛДПР. При этом 20 человек в этом списке были жителями Чановского, Татарского района. Где в сведениях было указано домохозяин, условно, да. Ну понятно, да. Вот. И фактически на округах присутствовало два депутата. Два коньера. Действующий, например, и приехавший из Татарки. Причем я смотрел результаты, да, то есть там центральный округ, соседний. Четыре голоса был перевес у действующего депутата. Над этим неизвестным кем? Над этим неизвестным парнем из Татарска. То есть где указан домохозяин и где не было даже на информационном стенде фотографий. Почему в Бараминске не находится желающих побаллотироваться и победить в таких условиях? Ну, активность политических партий для меня тоже непонятна. Поэтому даже, допустим, КПРФ в 2016 году, по-моему, трех или четырех человек выставили. То есть из 25. Поэтому у меня вот вопрос, да. Справедливая Россия выставляла, но из них три, по-моему, человека прошло. Ну, они в большей степени теперь, наверное, все-таки как независимые кандидаты. Ну, у них надо спрашивать, насколько они там лояльность сохранили к партии, да. То есть это к ним вопрос. Единая Россия закрыла, соответственно, все округа. Были ряд самоудвиженцев. Часть отсеялись там по подписным листам. Хотя там немножко подписи нужно собрать, а часть прошла. То есть я шел как независимый кандидат из самоудвижения с действующим представителем Совета депутатов. То есть получается, что глава города избран депутатами, которые избраны на безотераптивной основе при, видимо, низкой явке, низком голосовании. Ну и степень авторитета такой власти какова? Я теперь могу сказать только, ну, как я это, да, там, вижу. На встречах там с жителями доверие очень низкое. Вот, к сожалению, ожидание многих было, что все-таки, ну, хорошо, пришел человек из команды Овсянникова, да, Овсянникова-Кибальникова. То есть там две такие фигуры, которые все движения там создают. Была надежда, но пока, то есть опять не оправдывается. Там нужна какая-то воля, да, то есть там где-то там трос все-таки канат перерубить, да, то есть от этих якорей. Вот, но пока этого не происходит. К сожалению, вот это так. И декабрь 2015 года, когда я был лишен полномочий, когда был избран глава города, то есть тоже была и растерянность. И теперь после вот этой низкой явки, после непонятной победы там некоторых кандидатов, потом они еще проголосовали за снятие полномочий за того главу, за удовлетворительную оценку Овсянникова, в котором впоследствии был убран, да, то есть там возбуждено уголовное дело. То есть теперь исполнительная власть с точки зрения ее формирования в определенной степени в Барабинске дискредитирована. Совет депутатов, тоже есть вопросы. Это тоже послужило, мне говорят, а что ты в суд не пошел? Я говорю, хорошо, я вот сейчас после изменения, да, то есть я как работал на округе, на самом деле так и работал, я никуда не пропал. Я говорю, давайте сейчас сходим в суд, суд откажет и что? Поэтому я сейчас на выбор опять. А почему жители Барабинска как-то не объединятся, не выдвинут 20? 25 человек же найти нетрудно на округах. Вот этот большой вопрос. Во-первых, ответственность определенная, да, то есть депутаты, потому что мы же понимаем прекрасно, то есть говорить и делать разные вещи, да, то есть говорят, а я бы пошел, да я бы... Во-вторых, наверное, все-таки для того, чтобы сформировать там 25, нужно 25 правильных комплектов документов сдать, да, то есть надо понимать, если идти от партии, от какой-то, да, то есть надо понять, заинтересована вообще партия там в своем представительстве в таком объеме. Это два. Третий вопрос по ответственности, то есть, ну хорошо, я сейчас пойду там депутатом и сберусь, а потом с нас же... То есть тоже это ответственность, поэтому... Поэтому, когда ходят до дела, все разбегаются. Ну и я думаю, что кто-то, наверное, должен все-таки организовывать это, то есть как-то какая-то должна быть группа людей, которая, допустим, там решала бы этот вопрос, помогала, там искала заранее. Я думаю, что он все равно в какой-то перспективе, все равно тут назреет вопрос. Зачем вообще быть депутатом в таком нищем и проблемном городе? Ну, на самом деле город у нас не самый нищий. Бюджет с учетом поддержек областного и с учетом правильного расходования средств, то есть можно делать и определенные хорошие, полезные дела и в условиях недостаточности бюджета. Город у нас, на самом деле, очень хороший, с большой историей. Он ровесник города Новосибирска, ему 125 лет, тоже исполнилось. Поэтому, когда говорят, что вот какой-то город нехороший, я не могу сказать. У нас город очень хороший. Дело в том, что проблемы плохие, а проблемы нужно решать. И дело в том, что здесь есть уже определенная ответственность перед теми людьми, которые доверились в 2011 году на 24-м избирательном округе. То есть сложные выборы были, да, то есть там КПРФ, правая рука тогда депутата ЗАГС-собрания, теперь там депутат Государственной Думы, да, школа, да, прямо на округе. То есть там были определенные свои моменты. То есть доверие высказали, то есть мы отработали эти пять лет с жителями вместе. Причем, опять же, говорю, что многие вопросы решали просто путем организации. То есть да, не сформировался ТОС, но есть старшие по улицам. Там благоустройство где-то не приехало, но были привлечены в Волантию. Ну, то есть вот такими моментами, шагами. Восьмой округ избирательный. Такая же ситуация. То есть очень много проблем было решено, в том числе и по канализации, да, в том числе вопросов к управляющей компании, которой проблемы не решались. Ответственность перед избирателями. И получается, что сейчас просто сказать, что, ребята, вы знаете, вы здесь как хотите, да, то есть у меня там своя жизнь, да, то есть я готов там проигнорировать. Потому что я всегда говорил, что депутатство – это прежде всего ответственность, а не привилегия. Поэтому вот, собственно говоря, ответственность перед теми людьми, которые доверяют. Мало того, это же много родственников, город небольшой, надо помогать. Спасибо. Спасибо.